В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Телеканал Видное ТВ начинает сбор средств для юной видновчанки Кати Печенкиной. Тогда я буду полностью здоровым и как все. С новой победой вернулись воспитанники видновской актерской школы «Волна». Необходимо было снять ролик, заявить в свою команду. У кинотеатра «Искра» работает традиционная ярмарка. Цены у нас приемлемые, дешевле, чем на других рынках. В средствах массовой информации появилось письмо, адресованное главе округа Алексею Спасскому и подписанное директором ЗАО совхоза имени Ленина Павлом Грудининым. Из него следует, что грядущей зимой снег на дорогах поселка совхоза убираться не будет. Прокомментировать ситуацию мы попросили руководителя территориального отдела «Картинский» Андрея Извекова. Дороги на территории поселка совхоза Ленина принадлежат ЗАО совхоз имени Ленина. И их очистка зимой – прямая обязанность организации. Из письма, который в середине ноября директор акционерного общества Павел Грудинин направил на имя главы Ленинского округа Алексея Спасского, следует, что ЗАО готово обсудить вопрос передачи дорог в муниципальное управление и их уборку в зимний период. По мнению руководителя территориального отдела «Картинский» Андрея Извекова, для проведения подобных переговоров время выбрано, мягко говоря, не слишком удачное. Первое, что хотелось бы заметить, да, что 15 ноября – это совсем не тот срок, когда стоит начинать вести диалог о передаче в муниципальную собственность дорог. Для того, чтобы муниципалитет взял на баланс, либо начал убираться, да, это формируется бюджет. Первое, да. До того, как сформировать бюджет, необходимо произвести комплексное обследование на техническое состояние, да, привести нормативные требования, посмотреть все паспорта на объекты, да, на дорожного хозяйства. Необходимо вот как раз подойти к формированию бюджета на уборку, на изменение штатной численности, да, в организации, которая будет убирать. Ну, это у нас дорсервис. Необходимо выделить средства на закупку техники, которая это будет убирать. И, соответственно, в зимний период, там, 15 ноября, мы там завтра-послезавтра ожидаем снегопады, да, никто не возьмется просто прийти и сказать, да, приветствуем, мы готовы у вас все это забрать. Это длительный процесс, который длится, ну, по моему мнению, не меньше, там, 3-4 месяцев до полугода. Получить комментарий Павла Грудинина не представляется возможным. В последнее время он предпочитает не общаться с журналистами. А в администрации Ленинского городского округа уже разработали ряд мер, чтобы не допустить в поселке транспортного коллапса во время снегопадов. Мы уже проговорили это в рамках совещания в администрации с главой. Мы готовим аварийную бригаду на всякий случай, смотрим, сколько единиц техники мы сюда сможем выделить. Как бы мы это обсудили, резервные варианты всегда есть, но на сегодняшний день, как бы, собственник дорог должен их содержать в надлежащем состоянии, поэтому выпадет первый снег, посмотрим. Телекомпания «Видное ТВ» будет продолжать следить за развитием ситуации вокруг уборки дорог в поселке совхоза имени Ленина. Максим Козлов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». За свои почти 13 лет она пережила ужасы войны, переезд в другую страну и сложнейшую многочасовую кардиологическую операцию. Видновчанка Катя Печенкина сейчас восстанавливается после конусной реконструкции сердца и мечтает о том времени, когда сможет жить, как все ее ровесники. О героине нашего грядущего благотворительного марафона наш следующий сюжет. О том, что у дочки серьезные проблемы с сердцем, Валентина Печенкина узнала еще в роддоме. Правда, окончательный диагноз удалось установить только к трем месяцам Кати. Аномалия Печенкина и синдром ВПВ. Так как это очень редкий порок сердца, он занимает всего 1% из всех пороков, поэтому врачи не могли изначально понять, что это. Когда нам поставили этот диагноз, нас уже изначально сразу стали готовить к тому, что нужна операция кардинальная на открытом сердце. Операцию врачи советовали делать после того, как девочке исполнится 16 лет. В 2014 году семья переехала из Объятого войной Донбасса в Видное. Поначалу болезнь проявляла себя не в полную силу. Катя на любительском уровне занималась танцами, плаванием, рисовала, вела активный образ жизни и даже снималась массовки в фильмах. Я красиво рисую. Это мое такое вот хобби. Еще я люблю сочинять всякие рассказы такие маленькие. И читать тоже люблю. Сниматься тоже мне нравится, только иногда я стесняюсь. Но с началом пубертата состояние девочки ухудшилось. Она стала сильно уставать, появилась тахикардия. Врачи сказали, медрить больше нельзя. Предлагали установить ребенку искусственную створку сердечного клапана, но ее бы пришлось менять уже через 7 лет. Тогда Валентина начала искать другие пути. Порекомендовали в Питер поехать к доктору Болсановскому. Мы когда к нему поехали, он нас посмотрел, сказал, да, я смогу сохранить ей клапан и сделать из ее тканей клапан, чтобы он правильно работал. И мы стали готовиться к операции. В итоге 25 октября в Самарском кардиологическом центре Кате сделали операцию. Ее провели в четыре руки два ведущих российских кардиохирурга Владимир Полсуновский и Сергей Шорохов. Очень много швов на сердце, потому что отсекалось, даже микард отсекали. То есть протокол операции очень большой, сердце было остановлено более трех часов, а сама операция шла около семи часов. Сейчас я чувствую себя хорошо, но стараюсь я не расстраивать родителей. Потому что если скажу, что я плохо чувствую, то мама начнет расстраиваться. Мне это не надо. Поэтому я всегда чувствую себя хорошо. Мечтаю, чтобы наконец-таки у меня все сожило. И что тогда будет? Тогда я буду полностью здоровая и как все. Сейчас Кате требуется длительная дорогостоящая реабилитация, на которую у семьи практически не осталось средств. Помочь девочке вы можете уже сейчас, перечислив любую сумму. Реквизиты вы видите на своих экранах. Также на телеканале «Видное ТВ» 30 ноября с 18.30 до 21.00 в прямом эфире пройдет благотворительный марафон от чистого сердца в поддержку Кати Печенкиной. Давайте делать добрые дела вместе. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. «Видное ТВ». В «Видном» проходит фестиваль визуальных и сценических искусств «Лови волну», который состоит сразу из нескольких направлений. Эстрадного, певческого, танцевального мастерства, а также театрального искусства. Юным талантом аплодировала Екатерина Коваленко. Восемь творческих коллективов, четыре спектакля и много поэтических номеров. В «Видном» прошел театральный фестиваль «Пять вечеров». Участники соревновались в разных номинациях. За верность традициям, творческая индивидуальность, лучшая постановка, актерское мастерство. «Талантливых детей на самом деле много. И мы очень жаждем приглашать детей в наши кружки, коллективы, раскрывать свои таланты». Одними из первых на сцену вышли воспитанники детской студии «ТВИД» со спектаклем, или точнее театральным лайфхаком «30 способов использовать коробку». К актуальной ныне теме осознанного потребления ребята подошли креативно и с азартом. За плечами несколько месяцев репетиций и прогонов. Но юные артисты признаются, что все равно волнуются. «Импровизация должна быть всегда на высшем уровне. Конечно, волнение есть. Всегда страшно. На тебя много смотрят разных людей. Даже если там есть мама, там все вот такими глазами смотрят. Тут прямо вот так вот. Ты что-то не так сделал, но все вроде так. Но тебе страшно». Актеры театральной студии «Волшебная страна» представили на суд публики и компетентного жюри литературный спектакль «Дети говорят о войне», состоящей из разных произведений, посвященных Великой Отечественной войне. «Все стихи, которые звучат со сцены, они не звучат в школьной программе, они практически не звучат на конкурсах. То есть мы искали современных авторов, пишущих о войне, но не искажающих ценности». Эмоции, сложные переживания, слезы. Военная тематика очень тяжелая, но ребята рады, что выбор пал именно на нее. «Хочется говорить об этом. Не хочется молчать, хочется рассказывать людям, чтобы они не забывали». Завершился праздник театра аплодисментами и вручением дипломов. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ. С новой победой вернулись воспитанники видновской актерской школы «Волна». Ребята приняли участие в ежегодном фестивале «Академия позитивного контента», который проходил в Москве. Молодые таланты вошли в пятерку лучших и получили возможность пройти обучение по созданию топовых видеороликов. О том, как видновчанам удалось так удачно проявить себя, расскажет Юлия Погасьян. А вот тут, мама, дай мне вот такую лампочку, если что. По мнению руководителя детской школы «Волна» Алексея Мельникова, актеры должны знать все нюансы съемочного процесса. Именно поэтому он принял решение отправить своих ребят участвовать в фестивале, где главным призом было обучение созданию профессиональных роликов. В этом году ребята с Москвы и Московской области, чтобы получить возможность обучаться по этой программе, прошли, так же, как и наши ученики, большой конкурсный отбор. Необходимо было снять ролик, заявить в свою команду. И благодаря некоторым конкурсным испытаниям мы прошли. На протяжении недели видновчане проходили онлайн-обучение у ведущих специалистов сферы кино. Сценаристы, режиссеры, телеведущие, актеры и блогеры учили команды выстраивать кадр, писать сценарии, делать раскадровки, а также продвигать свои ролики в социальных сетях. Дало такой эмоциональный толчок, познакомились с многими людьми, нас оценили, конечно же. И, ну, как бы, так сказать, это еще один толчок к развитию и в дальнейшем к какому-то пути. В конце обучения по программе «Академия позитивного контента» каждая команда должна была создать собственный ролик на тему «Сила любви к родине». Видновчане решили подойти к процессу креативно. Своей родиной выбрали актерскую школу «Волна», которая их, собственно, всех и объединила. Видео продолжительностью в три минуты снимали дружно. Это очень сложный процесс, как оказалось. Мы распределили на каждого человека свою, собственно, работу. Кто-то писал сценарий, кто-то раскадровку рисовал, кто-то снимал, монтировал. Мы все снимали на телефон, монтировали тоже на телефон, выбирали музыку тоже, вставляли все сами. От закадрового текста ребята решили отказаться и, по мнению жюри, конкурса сделали правильный выбор. Ролик получился современный и динамичный. Юные артисты от обучения и процесса создания видео остались под впечатлением. Еще один сюрприз воспитанников школы «Волна» ждал на торжественном закрытии фестиваля. Мы выступили со своим спектаклем, фрагментом из спектакля «Повелитель мух». И после этого спектакля нас оценил актер и режиссер Алексей Сверидов и пригласил на свою кинокомпанию. Также Александр Ковтунец оценил нашу работу, похвалил нас, поделился своим опытом, дал нам много советов. За выступление на закрытии фестиваля видновчане получили специальный пресс-жюри за лучшую актерскую игру. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. Ярмарка у кинотеатра «Искра» уже давно стала традиционной. На ней жители и гости города Видное в широком ассортименте могут приобрести свежую сельскохозяйственную продукцию у фермеров и владельцев личных приусадебных участков, а также промышленных предприятий из разных уголков России. По торговым рядам прогулялась и наша съемочная группа. Евгений Гришин приехал из Алтайского края в Видном уже не в первый раз. На ярмарку он привез несколько сортов меда. На его прилавке представлено не только всем известное полезное лакомство, но и продукты пчеловодства – пыльца, перга, маточное молочко, прополис, которые способны исцелять человека от всевозможных недугов и придавать сил. Такой ассортимент порадует даже самого искушенного покупателя. В основном сейчас осенний-зимний период покупают мед с прополисом, липовый мед, простудные вирусные заболевания для иммунитета. Также пользуется белая акация – это детский мед, диетический мед. Плюс в нем каком-то, что он не вызывает аллергию, и он зимой в жидком состоянии находится. Большой популярностью ведновчан пользуются фермерской продукцией из Белоруссии. Как рассказала продавец Алена Копчеля, покупают в основном рубленое мясо, сало, домашнюю колбасу и холодец. Сало хорошее есть, есть сало белое, есть сало с чесночком, с мясом очень хорошо жуется, задок. Грудиночка очень вкусная, копченая есть. А какие у нас сыры есть хорошие белорусские, белорусское золото, кремлевский сыр очень вкусный. Приходите, ребята, за творожком, сметаной. Мы вас ждем. Очень вкусная продукция белорусская фермерская. Будем рады вас видеть у нас. На ярмарке есть и прилавок со специальными акциями. Можно выгодно приобрести овощи и фрукты по фиксированной цене – 100 рублей за килограмм. Помимо продовольственных товаров, большой выбор верхней одежды и обуви. Также можно найти трикотаж из Ивановской области. Ткань идет смесовая, велюр и хлопок. Значит, сочетание велюра идет в соотношении 80% хлопка – 20% велюра. Хлопковая ткань трикотажная идет 98% хлопка – 2% вискозы. Так что не тянется, не деформируется. Ну что хочу сказать. Цены у нас приемлемые. Дешевле, чем на других рынках. Приходите к нам. С наступлением холодов прибавилось покупателей у производителей изделий из шерсти и пуха. Оренбургские пуховые платки и шали ручной работы согреют даже в лютый мороз. Есть шерстяные изделия, есть оренбургские изделия из пуха, ручная работа, валенки, рукавички детские, взрослые, перчатки, дальше гольфы. Все есть. Теплый уголок. Я здесь давно работаю, мне уже все знают, все приходят, мои покупатели. Стоит отметить широкий ассортимент посуды и кухонных принадлежностей. Напоминаем, что ярмарка работает ежедневно с 10 утра до 7 вечера. Успеть приобрести все необходимое можно до воскресенья 28 ноября. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!